За святую Русь Помолюсь Посмотрите, когда-то вы возьмёте Привет, Галь Когда-то вы возьмёте И вот эту барнаульскую поэтессу И по совместительству садовода С тонкой, уникальной душой Потом включите отдельно И вот это прочтите Ну, сам вот почти случайно заметил сейчас Да? Вот, потому что Есть такие люди, которые мы Ну, что ли Мы Сама действительность, это Сапогом в их душу А вот они такие есть Вот такие Вот, это просто Небольшое Лирическое отступление Ну, потому что Когда говоришь о делах Не всегда бывает Вот она Кстати, вот и электронный адрес Если что Так, возвращаюсь обратно Так Там, где был Вот Опа, я теперь Вообще оттуда выскочу Ничего Мы снова туда залезем Вот А в принципе Что там нам надо Мы статьи перерабатывать не будем Нет Я хоть Показал вам Фотографии Вот Это всё То, чего не может быть никогда Понимаете? Вот Это в этот же период Но я, кажется Вам их показывал Вот Это то, чего не может быть никогда И И Но Согласитесь Что Ну, раз я показал фотограф Согласитесь Тут полная фотография Бесценная Потому что Это готовая Книга Это готовая Спортная фотография Всё уже ясно Целую статью заменяет Вот И вы понимаете Что в этот момент Я вынужден это сказать На меня Обрушились Несколько человек Это такие Знаете Старые волки Заматеревшие Уже тогда они были Это Как бы сказать Они делали погоду По всей России И печатали здание Вдруг Неожиданно Поверие не называют Кто в могиле А кто И Недолго осталось Вот Если мне самому 70 А тогда я был Мальчишкой Для них и сейчас Я мальчишка Вот Появляется статья Знаете Как она называется Она хамская Она подлинная Она называется Валерка Слушает Даест Вот мои статьи Мой опыт А напротив него Появляется статья То что я Значит Это самое Ну Фактически Морочили там голову Я попытался Как Статья хамского Названия Да Вот И тогда я решил Показать вам Всю правду Как она есть Дело в том Что тема намного шире Мы сейчас не о технологии Мы сейчас будем О почтовых пересылках Я Свои статьями Уча людей Выращивать самим 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 Я наступил На Мозоли тех Кто Занимается Торговлей саженцев Раньше Ими занимались Как Выращивали сами Это сейчас Большинство Этих же Самых Питомников Стали Перекупщиками Потому что У них Своё Это своё Сейчас я вам покажу Извините Если повторюсь Смотрите Это очень важно И потому что Речь пойдёт Второй момент Пойдёт о климате Если у меня есть Сорганасы морозы Значит Вся моя агротехника Щадящая Назовим Годится Если у меня Тепло Если у меня Действительно Тепло И всё это растёт Только потому что Ткнул Как Есть такое выражение Знаете Палку ткнул Я тоже Я когда-то был удивлён На Украине Получил команду Да Мне 10 лет Значит У нас у военных Своё огородишко Морковка Свекла Вот Меня посылает Этот самый Как называется Лес Я нарубаю Вот такие прутья Очищаю От этих От веток И втыкаю Это весной Осенью Готовый сад Представляете То есть Всё они Прорастали И корни И всё это Видите Пошло ещё На мне 10 лет было И вот что получилось Значит Смотрим сюда Значит Итак Горький опыт Приобретён Спасибо Журналу Пресадное хозяйство И что получается Кто фотограф Видел с яблочками Остатки сада Видите Приехали В 2008 году Второй раз Ребятки И дожгли его Вот Где-то я нажил Смертельного врага Но у меня работа была такая Главное Нет не так Ведущий инженер По промышленной безопасности Так называлось И несколько тысяч Наказанных Наверное На СА Не было Ведущих Которого я наказал Ну а дальше Как в анекдоте И вот получилось Из этого Вот это А опыт-то приобретён И даже в этом плане Приобретён Помните Это Обжигало Ну учёба Я всё время Буду отклоняться Только сейчас Вспомнил Тот самый приём Идиотский Грибы Помните Они внутри Да Мы ещё их Не раз увидим Особенно Противники Они внутри Снаружи Их Шляпка Гриба Как её называют Там Бливное тело Как угодно Вот Команда Взять От серьёзнейшего Человека Правда Не сказать Что удачливый Садовод В том плане Что Там У него Прекрасный сад Нет Но погоны есть Паяльной Лампой А здесь Вот эта трава А у нас же учёба А здесь Я в последний год Сдал в аренду Потому что У меня не было возможности Заниматься всем Вот И Арендаторы Как видите Прошлапили Этот самый Не успели Амбу Дошел Мы успеем Сделать эти Противопожарные Пахоту Не успели Всё это сгорело Чёртой мать Но Сад Был как живой То есть Когда я думаю Господи Хожу Чёрный пепел Чёрный Вообще Ни одной травинки А деревья Стоят как живые Или эти Веточки гнутся Всё А потом Раз Они не проснулись Ну проснулось Штук Тридцать Сорок Где-то Видимо Чуть-чуть Поменьше Какая К чёрту Паяльная Лампа При лечении Дерева От грибов Вы понимаете Когда Вот так Чуть-чуть Обожгло И дерево Мёртвое Вот Расширяем Наши Знания Потому что Если Примерно Так Знаете В этих Просмотров В десятки Сотни Тысяч Значит Каждый Десятый Возьмёт Паяльную Лампу Вот Ну Извините Вот даже Готовился Не хотел Я про это Говорю Я даже И не вспомнил Это Сейчас Прошёл В голову И вот Что Получается Почтовая Проблема Значит Почему На меня Обрушился Этот Самый Франц Халилов Скрывать Не надо Потому что Дальше Идёт С ним Диалог Тут Не скроешь Вот Я не собираюсь Выставлять Дураком Через Три дня На четвёртый У него будет Юбилей Восемьдесят Лет Я уважаю Старос Он У меня Я до него Был Мальчишка Он мог Меня оскорблять А я Оскорблять Не буду Я просто Донесу До него Информацию Которая Может быть Он перестанет Вредить Не мне Мне уже Поздно Вредить Понимаете Вот Сейчас Пройдёт Всё много Времени Любого Разбуди В России Скажет Первую фамилию Садовод Мичурин Вторая Скорее всего Мою назовут Дальше Больше Никого не знают Академиков Ну-ка назовите Я знаю Несколько И то уже Как Стариков Или уже На том свете Благодаря Их Этим Самым Выдающим Сортам Но не Технологии И вот Что Получается Значит Я вынужден Сейчас С вами Поговорить Не о Технологии А о почте И вот Они Почтовые Проблемы Это Важнейший Он касается Всех Почему Приусадебное Хозяйство Как бы Я не Говорил Это Самое Что Они Много Принесли Вреда И пользу Вреда Скажем так 50 на 50 У них Было Одно Качество Самое Важное Качество У журнала С трехмиллионным Тиражом И который В каждой Еще В каждой Библиотеке По 10 По 100 человек Читали Отдельные номера И вот Он Под каждой Статьей А Они Писали Все подряд Человек Пишет Берем топор Стес Свою кору И укрупняются Яблоки И это Печатали И меня Печатали Вот Удивительное Дело Все было Прекрасно Под Каждой Статьей Фамилия И отчество Адрес Или телефон Ну чаще Адрес И мы Начали Переписываться Друг с другом Так На предмет Хочу Только кто-то Напишет У него там Яблоня Хочу Слива Хочу Абрикос Хочу Персик Хочу И мы Начали Переписываться И получать В основном Ну вспоминайте Старики Извините Старики Я имею в виду Садовая Ветерана Небезать на Старики Потому что 30-40 лет назад Это был Самый разгар Разгул Садоводства По России 3 миллиона Экземпляров Везде Адреса Вот И мы получали Миллионы Гнилых Сухих Саженцев По посте Это была Страшнейшая Проблема Если вы Меня помните Все Ну хотя бы Последние 10-20 лет Начало Печататься Где-то С начала Века Вот Вы помните Выращивайте Сами Я никогда Не говорю Покупайте У меня И никого Не слушайте Выращивайте Сами Так И вот Значит Пост Стала Главным Тормозом Я Несколько Я вам показал Там Сотни Статей Мы Видели Кстати Вот Видите Это другая Вот Та еще Вставлена Компьютер Вот Видите Я их продаю Вот Знаете Сколько Я их продал За последние Два месяца Одну Штуку А эти Статьи Это вас Это вас Касается Я вам дарю Когда-то Они Знаете Чем Хороши Для новичков Статья Допустим 2000 Там идет Седьмой Год Один опыт Год прошел А я же Я как Я как Хакас Я как Этот Чурчер Че вижу О том Пою Я хожу Вижу Записал Вижу Записал Напечатали Два Две газеты В течение Десяти лет Печатали В каждом номере Обе Красноярские Обе На Всесибирь И почему-то Из Европы И даже Как-то выходило Что их Выписывали И европейцы И это И даже Белорусы И даже Казахстан И украинцы Выписывали Эти Сибирские Газеты Тогда меня знали Больше чем сейчас Популярность была Дикая Так Но несколько человек Поставили задачу Доказать Что Все это Неправда Начало Это ложь Потом Когда поняли Ну телевидение Приезжает Ко мне в сад Я же их не в Крыму Приглашал А в этом Шушенском районе Вот Успокоились вроде Тогда Вторая главная Момент Мы к нему Подойдем Именно через почту Что у меня Тепло У меня все растет И поэтому Это самое Не обращайте Внимания Это значит Что Ну вот Представляете Я еще Отвлекусь на секунду На минушку Сидеть рядом Курдю Я говорю Нельзя Категорически Просто Раз и навсегда Книгу Создаем книгу Уникальную книгу Она Издана 10 тысяч экземпляров Нельзя Обрезку На кольцо Они Надо проклясть Забыть Наплевать И забыть Про них Нет Говорит Курдюмов Это все Правда Он не станет И говорит Что я его не выставляю Каким нибудь глупцом Вот когда Мы аккуратненько Берем С наплывчиками Вот Тут же фотография Тут же Мы же спорим Тут же Чуть ли не ножом Показывает У меня в саду И тогда Она зарастает Я говорю Зарастает У вас На Кубани А у нас Не зарастает Но Я Раз не зарастает Николе чем дерево На нем нет Тля почти нет Там Этых Грибов Нет Этих нет Этих нет Жуков нет А На Кубани Дела гораздо хуже Они не знают Что даже если рана зарастает Но это не мешает Дереву слабеть И покрываться Всякой плесенью И этими И жрущими Его насекомыми Так мы до конца Не пришли Но книгу мы сделали Объективную То есть Мне пришлось Стоять на том Что никаких обрезок Вот вам пример Так Только один И вот что получается Смотрите Чем оппонировали Мои Ко мне Мои Оппоненты Осаженцы Вы высылали А у человека Погибли Вот Идем дальше Вы поняли Я все думал Как же Мне заглавить Этот вебинар Так хотелось Вот эту вот Прокослявую руку Вот Так хотелось Но люди не поймут Смотрим дальше Смотрите Что получается Предприниматель Из-за базы Это часть Мои статьи Я взял Скопировал Смотрите Статью На моем сайте Все Десятки Питомников Из Сибири Урала Он миллионер Кстати Был Сейчас он На том свете Но Когда Как он Я говорил Валерий Константинович Позорьте меня Ну что Больше никто Такого не творил Это Клянусь Богом Так было Конечно Я не буду Называть его Фамилию Но Сам факт Что это было Это правда И статью Он эту читал Где его слова Позорьте меня Поэтому Идем дальше И очень внимательно Все Десятки Питомников Из Сибири Урала Запретили Приехать За саженцами Для промышленного Сада Только по почте Почему я Про почту Вот Вот моя статья И Я Эту фотографию Делал не я Это делал хозяин Сказал Позорьте меня Вот за это Вот Понимаете То есть Я когда Ознакомился Я ходил от саженца К саженцу Многие видели Фильм На основе статьи Многие видели Саму статью Читали Я ходил Первый Десятый Сотый Саженец Боженьки мой Какой промышленный сад Это только Для любителя Которому Все равно Десять саженцев Купил Несколько тысяч Выбросил Но остался жив И еще На масло уже денег Не осталось Пенсионеру Но на хлеб Еще есть Немножко рублей Вот А промышленный сад Он 6 миллионов Угробил Понимаете И вот Что получается Вот вам Пересылка Приезжать нельзя Понятно Приезжу Какой дурак Это покупать Если увидит Вот это и была Почта Это ладно Обвинение С меня еще не снято Ну Люди видели На моих статьях Это старая фотография 15 Вот Назад это было И вот Получается Что Как это сказать Правильнее Годы Были Те самые Когда Перо Не успевало Замыслив Просто Не успевало 3-4 часа Ночи Я вскакивал С постели Я еще раз Расскажу Это какое-то Сумасшествие Потому что Я хожу По саду Я не вижу Ничего Я ни одного Листочки не видел Ни одной Ничего Но в ночь Вскакивал Пачку сигарет На 2 часа 2 часа Лихорадочно Вот так Вот так Я говорю про все Когда-то может Для биографии Пригодится Потому что Если я фанатик Знаете я фанатик Когда-то Одного из друзей Обозвал фанатиков Он обиделся Я такой фанатик Что Вам до меня Фанатиков Знаете Как до неба 2 часа Непрерывно Лихорадочно И почерк Приходит утро Просыпаюсь И пытаюсь Понять Что же я написал И откуда Я это знаю Вот так было Вот А за моими плечами Были вот эти Стоило только Дерево ставить В покое А вы думаете Это всем нравится А кто-то Написал статью Что пока Дерево Не это 9 видоветок Не отрежешь Что толку не будет Сколько я вам Таких показал А за ними Стоит не только Эти Многие Простые люди Назывались Экспертами Звучит Да Вот Ну Чего-то там Нахватался Уже эксперт А во многих Там было Кандидат Нов в доктор Нов в кандидат Нов в доктор Нов в кандидат Нов в доктор В самых простых Журналах Все равно С созванием Вот Причем Можно было не проверять Я не правду Кандидаты и доктора Смотрим дальше Я Извините Что в второй раз Показываю Но просто Уже Не могу Чтобы Вот шедевр Да Смотрите Казалось бы Вот чеху прислали Вот это вот Ладно бы Безымянное было Ну что я ей сказал Вот тут Отрежешь Маленький шанс Что будет Хотя скорее всего Сдохнет Но вот тут Хотя бы Вот тут Вот отрезать А люди то Получают их Тысячами А кто Из этих тысяч Догадается Отрезать Нужно новое знание Что при пересадке Нужна не просто Обрезка А капитальнейшая Обрезка Я приводил цифры Если весной То хотя бы На треть То есть Пересадаешь На 5 метров Если перевозишь За километр Уже половину Отрезать Даже в горшке Я Серега Сергея Приучил Все равно Отрезать Вот Кто об этом знает А нет Другие то Они же как Железову нет Железову Это все Климат Мы сейчас подойдем Климату Я наконец-то Оправдаюсь Я так благодарен Этому Францию Просто удивительно Жаль Не могу поздравить Рано Нельзя поздравлять Ему юбилей Только через 4 дня Будет Я посмотрел В этом интернете Вот Но главное Он мне так помог Помог Пытаясь Обмануть Тысячи Тысячи людей А все равно С помощью Смотрите Посмотрели То что человек Получает посылки Вот Я надеюсь Что это Помните Письмо Я публиковал В одной Миротове Вебинару Прочитал Посмотрел Ваш вебинар И заказ Затопитомника Отменило И это С трудом Правда Вот Конечно Есть такое Может быть Они с тех пор Помнели Но где-то Фотографии всего Год Вряд ли И что получается Друзья Получается Следующая картина Или Вот та самая Получается Роспотреб Россельхоз Или Россанитарный Какой-то С трех Которая отвечала Абаканской Журналистке По телевидению А как Отличать Наши От Узбекских Которые Сто процентов Мрут Помните Я уже Два раза Рассказывал Ответ Такой Он тоже Христоматий Войдет Плохонький Значит Наш Отечественный Берите А хорошая Красавица Не берите Это импортно Вот И вот Получается Так Видимо Затопитомник Еще Свои Выпускает Я очень Сомневаюсь Что это Прежде С Италии Очень Ну правда Получается Что Вот Это Издевательский Ответ Чиновницы С этой Самой Рост Какого-то Надзора Все это Правильно Нет Смотрим Сюда Вот Эта Дама Это Мне прислал Кто-то То ли Тольценко То ли Винограда Спасибо Друзья Кто-то Прислал Этот ролик Как Она Восхищается Этим Саганцем Что Я же Не выдержал Прям Фотографию Сделал С этого С экрана Как Она Восхищается Вот А это Я Извините Тоже Показывал Один раз Это Сергей Заказал Я Не стал Отговаривать Должно Прийти Тут же Срезаем Вот эти Вот Веточки То есть Вот эти На черенки Режем И Вот эти Персики И вот Эти Яблоки Заменичайшие Сорта Которых У нас До сих пор Нету Самые Раскрученные В мире Яблок Так вот Персики Я Себе В крайнем случае Делал бы им Какие-то Шалашики На первый год Но я бы Каким-то образом Боих Это Но они Сволочи Прислали Уже Когда Угадайте Вот Кто из вас Угадает В каком месяце А Ну да Вы же Элита Май Месяц Вот Середина Мая Приходит Ну Спасибо вам А почему То есть Месяц Шли Это же Учебный Фильм Мы должны Все знать В середине Апреля Отправили Но ведь В середине Апреля В Крыму У вас Крымчане Чуть не сказал Хохлы Ну по хорошему По привычке Вы не обижайтесь Я себя называю Старым хохлом Вот Так вот Вы Значит Могли В марте Это выкопать Ну а же Крым Я ничего не путаю С Крыма И я Пришла бы В апреле Мы бы посадили У нас было бы Не минус Пять тысяч Денег А у нас Было бы Полтора десятка Новых сортов Да каких Судя по названию Судя по названию Хотя на самом деле Еще неизвестно Что же они прислали Мы еще к вам доберемся Почему что Я не понимаю Зачем вы воруете Фотографию У жили А крымчане Тогда возникает вопрос Если уж Мою сибирскую фотографию Абрикосовую Присволью Так что же Вы на самом деле Продаете Ну не знаю Я спасу Несколько тысяч Ваших друзей Друзья Но еще раз говорю Если по уму Если ставить Мы должны Ставить Питомникам Условия Условия Такое Или вы присылаете До такого-то числа Они же Многие же работают Без предоплаты То есть по факту Ну как называется Не предоплата По факту Наложным платежом Большинство Я Пришли До 15 апреля Выкупаю Придет 16 апреля Я не куплю Вот она Учеба Настоящая Скажите Можно было Обижаться Вот на такие слова В статьях Ведь это Началось То не тогда Это Ладно 2016 год Вот это Но это было И 10 лет Раньше 15 лет Все было тоже А посылки Почему были Мертвые Сейчас поймем Ну это уже Сибирский питомник Вот Подставил кого-то Трудно было Пленку снять Вовремя Вот А это еще один Сибирский питомник Официально Раскрученный Даже намекнуть Боюсь Вот Ну разве Можно так Людям Относиться Самый крупный Питомник России С миллионным Саженцем В год Вот Действительно Не обманули Отечественное Ура Но еще Виновата И почта Идем дальше Почему Ну это понятно Киргизов Нанимали Сам идол Вот Теперь Ладно Еще что Получается Скажите Ну все таки Может Кто-то Приезжал Ко мне С Урала Приезжала Машина Продай один раз С Томска Уже Сколько раз С Томска Сколько раз А уж там Мне говорят Минусинск Канск Каждый год Хоть по машине Но приедет Но Ехать за 200-300 Или как Томичи За тысячу километров А Чтобы купить Вот это Коллег Вы поверите Что вот в этом Горшочке Вот это Выросло Поверите Правильно Не верьте Это было Вставлено В горшочек Присыпано Капитально Прибита А потом Стояли Фотографировали Чтобы она не упала Следили Вот так вот Вот такой рынок И что дальше Сейчас скажу Теперь пропустим Будем дальше Что возмутило Франца Халилова Уважаемого Ученого Серьезного мужика Сейчас поймете Его возмутило то Может быть он меньше Высылал Что у него Наверное не было Такой большой Как сказать Такого большого Опыта Пересылки Когда я Начинал не с того Что я Продавал и высылал Я начинал с того Что я по всей стране Получал И получал Мертвое 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 Вспомните Как это Не было тогда Это ладно Сейчас там Хоть несколько фотографий Сделал А раньше Ничего не осталось Такой памяти Ужас Читаем Так Я сейчас скажу Найдю себе Чаю А дальше Еще серьезнее будет Дальше будет То самое Пусть еще на том Вебинаре Пусть еще Пусть программа Продолжение следует... Читаем Письмо Спасибо За подарочные Косточки Семена Не жалко Выраст Я потом Ко мне За черенками Я тоже Торгаш Я за половину Хохол Чем горжусь Вот И не стесняюсь Себя хохлом Называть Так Даже не ожидал Так быстро Получить Шесть дней Кстати Рекорд Четыре дня Вот Если по Сибири Как будто Что-то изменилось Сейчас Один из секретов Открою Жуткий секрет Посылка Шла Шесть дней Даже не ожидал Так быстро Получить Когда в Москве Ваши посылки ждал Они шли По 12-14 дней То есть Сразу до Москвы Четырнадцать дней Застревали На сортировке Ох Я намотал Нервы А тут В те годы А тут Москву Потом обратно В Пензу А оттуда В наш поселок И всего за шесть дней Удивительно Но факт В общем Я рад Что не ошибся И решил ждать посылку По месту Применения Ваших черенков Семена Костик То есть Уже в деревне Такой Открываю секрет Это тоже Последствия Моего опыта Сам Наплакался В те годы Когда шли По 12-14 дней До Москвы А я уже В этих статьях Своих писал И нарвался Почему Потому что До Питера Четыре недели Это повезет А представляете Там За месяц Это месяц Да А там саженцы А до Приморья До Владивостока Пять недель Это еще повезет А у нас Страна такая Я вам потом покажу Ой какая она Особая Вот Когда у нас Большинство Закрылось Этих самых Авиаперевозных Особенно Местных Получилась Удивительная картина Но мы будем дальше Пока открываю Еще один Свой секрет Высылаю вам Косточки Вы Кто-то удивляется Но большинство Молчат Ага Я накидываю На пересылку С учетом Что еще и Деньги стоят Пластиковая упаковка Пластиковая упаковка Здесь у Косточки В среднем Где-то 290 Допустим Рублей Смотрю Ближе поселок Там Или там Город Чуть меньше Если Черт и где На куличиках То могу И 300 И 350 Сказать Доплачивайте Когда Черенки Вот их там Всего штук 10 Укладываемся Это 350 Стоит посылка Там уже Стандарт какой-то И 30-40 рублей Накидываю на эту На пластиковую Смотря Как это Какой Они тоже По разной цены И вот Когда-то Я понял одно Я все равно Подвожу людей Что я тогда сделал Я На почве Меня знают Уже За эти годы Как облуплено Я говорю Девчонки Мне не важно Сколько вы С меня денег Возьмете За пересылку Как можно Быстрее Потом я разглядываю В одном случае Посылка Бактейна В другом случае Ускоренная В третьем Почему-то Отправляют Бандеролю Там где Должна быть посылка Где бандеролит Посылкой Короче Я так и не понял Эту систему Но я просто Секрет о том Что я просто В среднем Своего кармана Доплачиваю 100-200 рублей И результат Вы видите Вот это только Один из случаев О том что рекордное Эти самые Случаи 4 и 5 дней Это вот и есть И тут выясняется Что оказывается До Москвы До Пензи Поселок Как это Я сам удивляюсь А что было раньше Раньше был тихий ужас Раньше мне было сложно Я вам еще раз покажу Эти фотографии Жаль их немного Зима приходила Внезапно Я совершенно не готов Был Это Поздняя Поздняя Венгерка Так и называется Это поздний Сорт Яблок Это поздний Сорт Яблок Вот И что Получается Получается Такая картина Очень много Погибало Моих Саженцев Это факт Который мне Сегодня покажу До сих пор Как того Помните Ваню Жукова Ейную Мордой Это Как-то Знаменитая фраза Ейную селедочной мордой Мне Харю тычут Так вот Мне железу Харю тычут Сейчас поймете Вот это Было всегда И дожило оно Дожило оно До 21 века До 20 года То есть Берется саженец Калечится Отрезается Все ветки Сдуру Потому что Так научены Все И ведь Это не просто Фотография Это Учебная Фотография Понимаете Учебная И посажена В глубокую яму Если он ее закопает То у нее сгниет Потому что Вот здесь будет Уровень Земли Если не закопает Она еще больше Провалится Зато поливать удобно Полную нулю плоды Я вам сколько таких фотографий Вот это Было основой А потом Ладно Приусадебное хозяйство Один раз Напечатало Умную вещь У меня Нет ни сил Ни времени Ни неба Секретарь Как этому Помните Замминистра Девушку Красивую Так Ладно 70 лет А все Ладно Проехали Так вот Секретаршей Нет А без нее Совершенно Тяжело Приходится И так Мы с вами Видим Что получается 21 век Так Они гибнут Гибнут И гибнут А виноват я А она берет Представитель И печатает статью А у меня Есть фраза Которая у меня запомнилась Сейчас Минутку Может Подел Алло 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 Ага Я виноват Провожу Ладно Я серьезно У меня вебинар Тихонечко Только Тихонечко Ладно Ой Так Ну мне сейчас Не до шуток Да 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 Только Я говорю Только тихонечко Так вот Слушаем дальше Итак Фраза Которая У меня памяти нет Но зато есть Отдельные Уголки Мозгу В совхозе Таком При закладке Сада Посадочной Ямы Был Заложен Перегной Сад погиб Точка Видите Польза есть Даже от таких Вот этих Самых Журналов С тех пор Я Начал Опасаться А если Половину Погиб Не Не Целиком Там Перегной Ну старый Где-то А вдруг Кто-то решил Лучше Расти Я провел Опыт Несколько Саженцев Посадил Перегной Они умерли Тогда Я беру Другой Крадость Если Половину Земля Половину Перегной Вряд ли Погибнут Но по-моему Все равно Толку не будет Скорее всего Будет болезнь И прочее Ну все Что в стране Происходит Вот видите Сыпят Минеральное Добрение Тогда Берем Другой Крадость Не Кладем Ничего А Дальше Вы видели Мои фотографии Еще раз Показать Или Хватит И вот Таким Путем Я и Приходил И мои деревья И мне до сих пор Это вспоминают Что мои деревья Дипли Ну ведь это же Диотизм Я же не могу Это самое Всем Мозги свои Вложить Я сам к этому Шел Первые 10 лет Дурюмейлся Поняли да Это не все Это я для одного человека Говорю Для будущего Веляра Для Франца Халилова Эти люди Два дня У меня прожили Ну как вы думаете Два дня За мной ходили Погубят они Эти саженцы Нет А теперь давайте Один раз Показал Еще раз Не выдержал Эту фотографию Три раза Показал Ничего Она На нем Глаз Отдыхает Да А теперь Смотрим Вот эту фотографию Как вам Берется И выращивается Уж понятно Не импорт Ясно Уже Кутепа Ва Садовый питомник Сам вырастил Вряд ли Это С Виталией Вот это Пришло Чудо Да Еще раз Смотрим На корни Вот они И вот они Вот Так Ими Потом значит Когда Я в своих статьях Описывал Такие случаи Слабые корни Отрезаем Вот тут Дай бог Вот тут Прививка Ответаем Вот тут Еще пытаемся Спасти Осенью Лучше Не пересаживать Дальше Посмотрите Я не могу Не удержаться Посмотрите Внимательно Вот эти Три фотографии Три рисунка Помните Эту Поливкину Полтора миллиона Просмотров Как убить дерево У нее там Было шесть А вот Первые три Вначале Загустим Потом Все лишнее Отрежем После загущения Поспоминайте Полтора миллиона Наивных людей Полтора миллиона Я так мечтаю Про полтора миллиона Сколько садов Будет в России И вот это вот Взять Ведь это Официальный питомник Научил людей Вот А все они Решили Что с этого дерева Вот с этого Получится хотя бы Вот такое Глядишь Кто-то Ну не найдет Время Ну не найдет Время запустить То есть это Обрезать Долг ему некогда Как мне И глядишь Был бы Ну не с этого же Чудо Вот А вот это вот Я лишними ручками Собрал Я Как Человек Я таких Сегодня Не продал Подарил Где-то с десяток Упаковывал сам Значит Почему так Почему не обрезал сразу Жесткость нужна была Одно из требований Посылок Хорошее требование Чтоб ничего не болталось А дальше А дальше Я еще Приговаривал Вот так Отрежете Получите Посадите Осенью А здесь Вот эти почки Да я против Учебный Вебинар Слушаем дальше Здесь Почки Бесценны Никто не Отменял Привыку Почкой Сохранить Можно Не только Вот эти Два Саженца Но сделать Несколько И они Привыли Десятка Привык Несколько Из них Лучших Оставить Навсегда И короче Вот эту Часть Вот эту Две трети С них Можно получить Еще много Материала Вот так Вот Это к слову Ну и сравнивайте Естественно Вот Пожалуйста Это моя работа Моими ручками Вот это Сергея работа Осень Десятого Восьмого Октября Все обсыпется Уже все Можно Обрезку делать Сам Не только Чтобы Было Это Вывазило Ну и потому Чтобы уже Человека Не было Соблазна